Всем привет и добро пожаловать в новое видео и давайте сегодня с вами поговорим о том, кто же сейчас наиболее популярен и кого больше всего гуглят в корейском интернете. Собственно информацию о ком сейчас все ищут и кто определенно набирает популярность за счет участия в каких-то проектах. Ну либо же какие проекты сейчас привлекают к себе внимание. В чем-то свое мнение обо всем этом конечно же пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. Ну и также подписывайтесь на мой инстаграмчик, где в первую очередь публикуются все новости. И если вы подписаны на мой инстаграм, то вы знаете, что сейчас я болею, чувствую себя странно и мысли у меня немножечко путаются, так что простите. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки, ну а мы начинаем! Итак, на 10 месте у нас находится Ганю, который и так в принципе является довольно популярным актером, но тут он привлек внимание к себе своей небольшой ролью в игре в кальмара. И поэтому его стали искать еще больше. И фактически, если так посмотреть, то его страница на Википедии каждый день была просмотрена в течение месяца около 10 тысяч раз. То есть общее количество это где-то 300 с чем-то тысяч просмотров, что определенно говорит о том, что он снова привлекает к себе внимание. А помните тот момент, когда Ганю снимался в поезде в Пусан? И смотрели ли вы вообще поезд в Пусан? Потому что первая часть заслуживает внимания, вторая часть лучше бы ее никогда не было. На 9 месте находится Шинмина, которая в индустрии развлечений еще с где-то конца 90-х годов. И после того, как она перешла в актерскую карьеру, это привлекло определенно еще больше внимания к ее персоне. И сейчас ей снова активно заинтересовались, заинтересовались аж почти на 400 тысяч просмотров ее страницы на Википедии, что где-то по 11 с половиной тысяч просмотров каждый день. И это довольно-таки много. За счет ее участия в проекте Hometown Cha-Cha-Cha. И да, этот сам проект будет тоже в этом списке, но чуть выше по позиции. На 7 месте находится Ким Сон Хо, который дебютирует еще в 2017 году, но популярность там набирает только в 2020. И вот тут он засветился в проекте Hometown Cha-Cha-Cha. И все, пошло-поехало. И его страница на Википедии тоже за месяц собрала около 400 тысяч просмотров, что в день выходило где-то по 12-13 тысяч. В 6 месте находится Лиса из группы Blackpink. Конечно же, за счет довольно такой хорошей мировой популярности Blackpink, в принципе, пользуется интересом их, постоянно там кто-то ищет. Но так как у Лисы вышел сольник, то она привлекла к себе особое внимание. Особое внимание на больше, чем 400 тысяч просмотров своей страницы на Википедии, что где-то по 14 тысяч просмотров ее страницы каждый день. В этом месте находится Пак Хэ Су с где-то 450 тысячами просмотров своей страницы на Википедии за месяц, что около 15 тысяч просмотров ежедневно. И чем же этот человек так привлек свое внимание? А тем, что просто стала поучаствовать в игре в Кальмара. Вот так вот называется набираешь, пытаешься популярность свою увеличить до 2012 года, а потом раз, и одна твоя роль делает тебя просто супер популярным. Да. А вот такая вот она индустрия развлечений. На четвертом месте находится Ли Джон Дже, и вот так вот называется, опять же, с 93-го года стараешься, набираешь популярность, привлекаешь к себе внимание, а потом вдруг участвуешь в одном проекте, и взрыв мировой популярностью, вау, все, ты прекрасен. И вот так вот как раз-таки произошло с ним, потому что его роль в игре в Кальмара принесла ему просто такую славу. Славу на 600 тысяч просмотров страницы на Википедии за месяц, и где-то по 20 тысяч просмотров каждый день. На третьем месте находится тот самый Хоумтаун Ча-Ча-Ча. Это один из самых рейтинговых проектов на корейском телевидении сейчас. Что касается того, сколько же просмотров его страницы на Википедии, это более 750 тысяч, что где-то по 25 тысяч просмотров каждый день. В втором месте находится, конечно же, BTS. Куда подобные списки без группы BTS? Тем более, что они выпустили свой проект Skullplay. А новая песня, ммм, это определенно что-то интересненькое. Ну и да, у них тоже где-то 760 тысяч просмотров страницы на Википедии за месяц, что по где-то 25 тысяч просмотров каждый день. Но на первом месте находится просто гигант, потому что это игра в Кальмара. И у них страница на Википедии была просмотрена 6 миллионов раз. То практически по 200 тысяч просмотров каждый день. Да, сейчас это является одним из просто самых популярнейших проектов, которым все заинтересованы. И причем многие заинтересовались этим проектом благодаря ТикТоку. Потому что если вы не видели огромное количество нареза каких-то мемов и всего прочего, связанных с игрой в Кальмара, то вы, наверное, где-то в другой вселенной живете. Потому что все сейчас хотят выколупывать вот эту вот сахарную печеньку, какую-нибудь фигурку оттуда и так далее. В общем, все максимально хайпятся на этой теме, а все максимально так вот хотят приблизиться к популярности данного проекта. Но пока что что-то никому не удается. Что ж, мы посмотрим, что будет дальше. А пока что можно только наблюдать за тем, как форсится игра в Кальмара и как форсится та информация, что они просто слезали с сюжет с японского фильма «Чего-то там связывалось с богами». Я забыла, как он называется. Ну, в общем, я тоже этот фильм смотрела. Суперстранное творчество, конечно же. Но, да, пишите свои мнения обо всем этом в комментариях. Мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok